В этом уроке мы научимся делать контраст между быстрыми и медленными анимациями, и таким образом делать сцену более привлекательной. Но что такое контраст? Это как бы нарушение нашего ритма анимации. Если вся сцена происходит в одном ритме, она выглядит скучно. Поэтому нам надо оживить сцену, сделать ее более привлекательной. Например, медленные движения ведут к каким-то более быстрым. Или наоборот, например, быстрые действия, а потом медленные. Нажимаем кнопку Play. Видите, персонаж медленно идет назад, разворачивается и как бы быстро так падает от того, что ударился головой. Но наша анимация выглядит скучно, из-за того, что анимация того, как он ударяется головой и падает, выглядит слишком медленной. То есть нет контраста. Давайте его добавим. Идем в настройки слоев. Теперь здесь включаем отображение IK контроллеров для левой и правой руки. Включаем объекты контроллеры. И также включаем контроль лица. Как создать ригинг и вот эти все вспомогательные инструменты? Обязательные контроллеры для нашего персонажа можно посмотреть в других уроках. Итак, теперь я выбираю все контроллеры. Снимаем выделение с вот этого глобального, он сейчас нам не нужен. Переходим вот сюда, в этот участок, где у нас как бы удар. И начинаем его редактировать. Держим Ctrl Alt и используем левую кнопку мыши, чтобы вот так вот как бы расширить эту шкалу. И так вот у нас здесь есть расстояние между позами, которые нам надо убрать, чтобы анимация была быстрее. Давайте приступим. Берем вот эти все кейфреймы. И вот так вот сдвигаем их. То есть как бы мы убираем расстояние между ними. Так, еще несколько кадров. Так, теперь давайте посмотрим. Обратно возвращаем нашу шкалу до педрового кадра. Нажимаем Play и смотрим. Как видите, теперь как бы сцена более насыщенная. Давайте посмотрим всю анимацию. Как видите, мы нарушили ритм. Но таким образом мы добавили в сцену больше действия. И она стала более привлекательной для зрителя. Потому что у нас здесь есть контраст между медленными и быстрыми действиями. Всегда стоит просматривать анимацию и искать, где можно подредактировать ритм, чтобы сделать ее более такой зрелищной и привлекательной. На этом уроке мы закончим разговор о синхронизации и интервалах. Но этих принципов стоит придерживаться во время своей работы. Ну и конечно лучше всего анимировать так, как это происходит в реальной жизни. То есть надо наблюдать и использовать все это в своей работе. Продолжение следует...